Не один, не один, не один, ты не один, не один, ты не один, на свиньи, а ты... Ты не один – это мысль, а еще поддержка жителей пятимиллионной Кубани стали спасительными для сотен тяжелобольных детей. Благодаря фонду «Край добра» помощь приходит своевременно и адресно, потому что не в каждом случае может помочь фонд обязательного медицинского страхования. Тогда выручают благотворители. В Екатерининском зале встретились люди, неравнодушные к чужой беде – предприниматели, депутаты, творческие деятели, представители власти. Вечер посетили глава региона Вениамин Кондратьев и его заместитель Анна Менькова. Вниманию меценатов представили около 70 работ именитых художников «Края» и талантливых детей. Гости выбирали понравившиеся полотна и могли оставить пожертвования. Губернатор поблагодарил всех присутствующих за участие и поддержку. В одиночку нельзя быть сытым, в одиночку нельзя быть богатым и в одиночку нельзя быть счастливым. Вы делитесь и богатством, и сытостью, и счастьем с теми, кто этого не имеет. Но в этом очень нуждается. Картины, друзья, которые вы покупаете, они имеют стоимость. Разную. Большую, маленькую. А вот то, что вы делаете, стоимости не имеет. Это тот поступок, который на самом деле идет от души. Я хочу вам сказать слова благодарности. Вот за ваше сострадание. За то, что вам не все равно, что вокруг вас. Детки, которых вы порой никогда и не видели, и не увидите, кроме как на экране, пробуждают настоящие эмоции человека, российского человека в вашей душе. Фонд «Край добра» подробно отчитывается за все собранные средства. Только в этом году помощь получили 242 тяжелобольных ребенка. Я внимательно слежу за работой фонда, за то, как проходит, за судьбой каждого практически ребенка, как проходит выделение средств. Своевременно мы успеваем помочь или нет? Ведь для нас еще важно время. Потому что дети не могут ждать. Времени на ожидание совершенно нет. В этом году удалось собрать достаточно большую сумму. И в общем-то в листе ожидания ни один ребенок долго не находился. И для нас это тоже серьезная победа и большой успех. В центре внимания в этот вечер были, конечно же, дети. Те, что сейчас в больничных стенах борются с недугом и могут рассказать о себе лишь с телеэкрана. И, может быть, уже в будущем году их диагнозы станут прошлым. Что есть важнее, чем чуткость нашего сердца? Да, в суете наших будней есть очень много дел у каждого из нас и много задач. Но мы очень благодарны людям, которые сегодня приходят к нам на этот вечер. Потому что этот один вечер, он помогает спасать не одну, а десятки детских жизней. Общество вообще меняется в лучшую сторону. Люди становятся добрее и сопричастнее к любой беде. И истоки этого как раз, можно сказать, в национальном характере кубанцев. Люди всегда сопереживали. Уже участвуем третий раз. И «Край добра» такая организация, которая смогла нас сплотить. Главные звезды концерта – маленькие артисты. В их числе участница проекта «Синяя птица» Гера Арестова из Сочи и финалистка шоу «Голос» Ярослава Дегтярева. Она сама в пять лет пережила тяжелую аварию и долго была прикована к постели. Потому всегда готова поддержать других детей. Так она познакомилась с краснодарским ансамблем, в котором занимаются ребята с особенностями развития – «Танцующие лучики». Вся наша компания из «Голоса», мы с удовольствием помогали в соцсетях, говорили, чтобы все помогли ансамблю «Танцующие лучики». Потому что помогать детям таким – это очень важно. И мне кажется, это очень-очень доброе и хорошее дело. Этим вечером удалось собрать более 17 миллионов рублей. Это огромный вклад в здоровье маленьких жителей Кубани.